Два пророка будут затворять небо, чтобы не шел дождь, убивать людей, кто захочет их убить. Пророков убьет зверь, который будет править 42 месяца. Их трупы нельзя будет похоронить, они будут лежать на улице. После трех с половиной дней они на глазах людей встанут на ноги свои и в облаке вознесутся на небо. Когда придут пророки? Пророк Даниил говорит и утвердит завет мнозим седьмина едино. В поле же седьмины отымется моя жертва и возлияние. Это Даниила 9 глава 27 стих. Он означил одну седьмину лет, последнюю, имеющую быть в последних временах при конце всего. Тогда останется еще одна, последняя седьмина, во время которой придут Илия и Енох. В середине же Ея появится мерзость запустения, Антихрист. А это очень важно запомнить и держать в голове, что Антихрист появляется после двух свидетелей Евангелия. Почему это важно держать в голове и помнить, чтобы быть уверенным в том, что я им являться никак не могу. А зная это, вы как минимум можете допустить то, что я и есть. Как минимум один из пророков. Почему я сказал как минимум, вы поймете в этом уроке. Последняя седьмина, во время которой придут Илия и Енох. В середине же Ея появится мерзость запустения, Антихрист, и возвестит миру запустение. И тогда жертва и возлияние, которые теперь приносятся Богу на всяком месте и всеми народами, отнимутся. В первые три с половиной года, то есть 1260 дней, последней седьмины придут два божьих пророка. И когда кончат они свидетельство свое, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними и победит их, и убьет их, и трупы их оставит на улице великого города, называемого Содомом и Египет. А вот это и есть ключ, который вам поможет понять то, о чем говорит 11 глава, а непосредственно о убиении двух пророков. Хочу лишь добавить то, что речь здесь идет совсем не об Израиле. По какой причине я вам этого не поясняю, но даю в виде загадки, вы поймете из этого урока. Но что вам поможет найти дорогу к правильному ответу, это уже давно вышедшие уроки на моем канале, которые имеют непосредственную связь с тем, о чем, собственно, вопрос. Где и Господь наш распят и будет править вторые три с половиной года, то есть 42 месяца. Подобно тому, как древнему Израилю посылает Господь судей и пророков, так и церкви своей в моменты чрезвычайные он обычно посылает людей исключительной благодатной одаренности, как бы пророков, сильных духом и верою. Не имея официального назначения, эти люди сами делом выдвигаются из общей массы и становятся предводителями других. Но это предводительство не имеет официального характера, не является установленной в церкви должностью и не всегда держится служебный храм. Как и всякое пророчество, оно есть личный подвиг таких людей, дело их личной, внутренней, духовной предприимчивости и ревности о Боге и Церкви Божьей. Но что вам глухие и слепые, медлительные сердцем, на то, чтобы слышать и видеть, не разумея умом и не вмещая сердцем? Да коли вы будете гнать и хулить тех, кого Бог посылает вам бичом и обличением ради вашего же прозрения, имеющим ведение, без труда сделается известным пришествие Антихриста. А кто имеет ум в дела житейские и любит земное, тому не будет сие ясно, ибо привязанный всегда к делам житейским, хотя и услышит, не будет верить и погнушается тем, кто говорит. А святые укрепятся, потому что отринули всякое попечение осей жизни. Очень важно отметить, что все святые отцы считают главной причиной такого быстрого и безрассудного увлечения людей Антихристом – это отсутствие у них духовного разума, всецелую их погруженность в плотское состояние. Итак, что же говорит Писание о двух последних пророках последней седмины? «Вот я пошлю к вам Израилю, Илью, пророка, перед наступлением Дня Господня, великого и страшного». Но точно ли здесь речь идет об Илье, или все-таки, как и сказал Иисус, это относится к Иоанну Крестителю, что пришел в духе пророка Ильи? Матфея 11 глава 14 стих и 17 глава 10-13 стих, что прямо означает, что так и в конце дней при последней седмины придут не конкретные Илья и Енох, или Илья и Моисей, а два свидетеля откровения будут современниками того времени, праведниками, которых Господь изберет для возвещения его воли в эти дни, перед наступлением Дня Господня. Я отвечу на вопросы некоторых из вас. И опять же, человек был послан от Бога, да, о посланнике. А вы как себе представляли вообще глаз у пиющего в пустыне? То есть вы же знаете, да, что из Библии? Перед вторым пришествием будет клич, после чего вы должны бежать в горы. И вот то, что происходит сейчас. Я вам об этом говорю с самого начала, да? Клич. Как вы представляли? Просто как вы себе глаз представляли? Что сейчас откроется небо и люди! Я надеюсь, вы не этого ждали? Предтеча нашего времени, клич нашего времени. Я вообще в хитоне должен был появиться и сказать, братья и сестр, ну представьте только это себе. Просыпайтесь, друзья, открывайте ваши глаза, уши и сердца. Мы в 21 веке, жертв в храм никто не несет. Не овцы там и валы, а люди и пасторы. Поэтому я сообщить вам о втором пришествии в нашей обычной одежде. В джинсиках и в таких прикольных кроссовках. Если бы я появился в хитоне, в синем и в рубахе льняной, ну это было бы вообще ку-ку, да? То есть вы и так-то не можете понять, что происходит. Ипполит говорил, что два пророка придут в первые три с половиной года, в отличие от заблуждения тех, кто учит иному, утверждая вопреки Писанию, будто они придут во вторые три с половиной года и будут не перед наступлением Дня Господня пророчествовать, а всей самый День Господен. То есть во времена Великой Скорби, правления Антихриста и Лжепророка. Но что говорит Писание? То, во что верно верил и Ипполит. Два пророка придут перед наступлением Дня Господня, Великого и Страшного. Для одних, оставленных на жатву плевелов, точила ярость и гнева, и Великого и Славного, для других, которые взяты в жатву зерен в Житницу Христову. А отчего не могут вместить эту истину, заблуждаясь прочие? Причина проста – незнание Божьего Слова, которое прямо учит, что День Господен – это и есть Дни Гнева Великой Скорби. Великая Скорбь равно, как и Великий День. Великий День Гнева Бога и Агнца. Это то же самое День Господен, Великий и Страшный. Слово «Великий» указывает на то, что это один и тот же день, который продлится 42 месяца, иначе именуемый бедственным временем Иакова, и годиной искушения, которое не предназначено для Церкви, ибо мы определены не на гнев, гласит Писание. А пророки придут перед наступлением Дня Господнего Великого и Страшного, то есть не в бедственное время Иакова, то есть как вторая часть Седмины, а в первую часть Седмины, как раз чтобы предупредить о надвигающемся Дне Господнем, то есть второй половине Седмины. Что ожидает, как непокорный Израиль, который не поверил пророкам, так и весь мир. А это значит, что седьмая труба, исходя из этого, середина Седмины, пророки воскреснут при звуке седьмой последней трубы. Она и ознаменует начало того Великого Дня Господня. Скорби и печали, день пагубы и гибели, день тьмы и мрака, день черной тучи, день трубного зова, битвы против крепостей могучих, против башен высоких, не спасет ни серебро, ни злата в день гнева Господня. Огонь ревности его всю землю опалит и постигнет страшный конец всех, кто обитает на земле. Именно по звуку седьмой трубы и начинается день Господень. Великий и страшный для одних, и великий и славный для других, кто не будет оставлен на этот гнев. Сегодняшний урок брака Аганца, он очень важен, опять же, для того, чтобы понять, насколько мы близки ко второму пришествию, насколько серьезна ситуация. То есть в уроке невесты я уже сказал, что у нас осталось 7 лет. Опять же, я здесь не пророчу. Я вам возвещаю будущее, так как глаз выпивающего в пустыне, о том, что это последняя седьмина, 70-я седьмина, написал уже давно пророк Даниил в Ветхом Завете. И так как Господь Бог заговорил со мной в январе этого года, я полагаю, что ровно в январе 23-го года у нас начинается вот этот 7-летний марафон. И сказал мне ангел, напиши, блаженны званые на брачную вечерю Агнца. И сказал мне, сии суть истинные слова Божии. То есть при условии того, что Отец Небесный дал мне имя, имя, ему каналу, имя глаз, выпивающего в пустыне, исправьте путь Господу! Никаких догадок нет. Итак, два пророка придут в первые 3,5 года в половине последней седьмины, что прямо дает понять, что воскреснут они в середине седьмины, то есть при звуке седьмой трубы. Два пророка придут во времена труб. Именно поэтому они сравнимы с двумя серебряными трубами. Таким образом, две серебряные трубы – это есть два последних пророка, что будут трубить Израилю первые 3,5 года бедственного времени Иакова и возвещать наступление Дня Господня, вторые 3,5 года великой скорби бедственного времени Иакова. Седьмая труба звучит ровно в середине седьмины, и по ее окончании начинают изливаться чаши гнева, которыми оканчивается ярость и гнев Божий. Почему чаши гнева будут изливаться 3,5 года? Что есть вторая половина седьмины? Потому что первые 3,5 года евреи отвергали божьих пророков. Трижды Петр отрекся от Христа, за что был трижды спрошен «Любишь ли ты меня?» где все три утвердительные ответа Петра Христу были даны за все три раза за отречение от Него. Именно поэтому великая скорбь или дни гнева будут вторые 3,5 года за те самые первые 3,5 года отвержения и убиения двух божьих пророков. «Праведен ты, Господи, Который еси и был и свят, потому что так судил за то, что они пролили кровь святых и пророков. Ты дал им пить кровь, они достойны того. Истинны и праведны суды твои». Я еще раз повторяю, что я не обращаюсь к тебе лично или к твоему соседу или к кому-то там еще. Я с помощью видео передаю информацию, которую мне нужно передать. Если вы не согласны с чем-то со мной, если вы швыряете камни, если вы что-то еще против каким-то образом меня, вы не против меня. Вы должны сейчас услышать меня. Хотите, слушайте, не хотите, объясните, я готов, а доказывать не буду и не имею права, что самое главное. То есть ваше дело, потому что мы на планете свободного выбора. Хотите, верьте, хотите, не верьте. Но знайте, то еще раз повторяю, если вы поверили в одно, вы верите во все. Если вы согласны с одним, вы согласны со всем. Либо вы не согласны ни с чем. Вы не согласны с одним и не согласны ни с чем. Да, это я вам говорю, дабы вы не наделали себе проблемы и не вырыли яму. Потому что все камни, все камни-кидатели, я еще раз повторяю, вы роете яму себе, не мне. Вы спорите не со мной, вы спорите с ним. Седьмая труба это начало третьего горя, а третье горе это чаши гнева. Седьмая труба предвещает третье горе и два пророка возносятся на небо. Два пророка воскреснут при последней седьмой трубе, а не при седьмой чаше. Так что седьмая труба не есть седьмая чаша. И это доказывается просто. При седьмой трубе разрушилась десятая часть города. При седьмой чаше третья часть города пала. Видите разницу? Как я и сказал, детали важны. Обращайте внимание на каждую деталь в Божьем слове и зрите. Шестая труба, это Третья мировая война, будет в первые три с половиной года и кончится пришествием Антихриста. А шестая чаша, то есть Армагеддон, во вторые три с половиной года и кончится пришествием Христа. Пятая труба, это первое горе и весть первого ангела. Шестая труба, второе горе и весть второго ангела. Седьмая труба, это Третье горе и весть третьего ангела. Когда будет проповедана Евангелие? К середине седьминной. Дальше никто не будет его проповедовать. То есть два пророка мертвы, младенец восхищен, жена убежала. Пророки воскреснут и вознесутся до третьего горя при седьмой трубе. Солнце померкнет после скорби дней тех, то есть первые три с половиной года и сразу перед наступлением дня Господня, вторые три с половиной года. И таким образом никакого противоречия нет. И будет на всей земле, говорит Господь, две части на ней будут истреблены, вымрут, а третья останется на ней. И введу эту третью часть в огонь и расплавлю их, как плавит серебро, и очищу их, как очищают золото. Они будут призывать имя мое, и я услышу их и скажу, это мой народ. И они скажут, Господь, Бог мой. Захария, 13 глава, 8-9 стих. Середина седьмины по седьмой трубе, это когда времени для благодати, покаяния и спасения уже не будет, делит время на три с половиной года благодати для запечатления евреев, то есть 144 тысячи посредством проповеди двух пророков в это время и три с половиной года великой скорби, то есть срок правления Антихриста. Именно на эти три с половиной года бедственного времени Иакова, то есть великой скорби, жена, то есть Израиль, убежит в пустыню народов, то есть в горы или вершина холма, о чем говорил Иисус. Интересно заметить, что именно перед седьмой трубой написано, что времени уже не будет, то есть в середине седьмины с момента поставления мерзости запустения благодать заканчивается, времена церкви завершаются, начинаются суды, излитие чаш, следующие три с половиной года, оставшихся до Армагеддона. Некоторые считают, что два последних пророка будут Енох и Илия, потому что они не умерли. Но есть ряд причин, почему я не считаю, что именно они будут этими двумя последними пророками. Первое. Не все люди умрут. Многие живыми изменятся во мгновение ока при седьмой трубе в середине седьминой. Второе. Именно Моисей имел власть над водой превращать ее в кровь, что будут делать два последних пророка. Вначале я был Иоанном, потом я стал мальчиком с питью хлебами, потом, а вот кем я только там не был, получается, пока мы рассказывали, да, пока мое обучение шло. Потом я стал пастушком Давидом против Голиафа, да, ну понимаете, война шла. Вы ее не видели, вы работали, занимались своими делами, этим занимался я, да, посланник. А сейчас он мне показал этот мультик, то есть я понимаю, все, я увидел свою историю. То есть Моисей и я это начало и конец, вы понимаете? Человечество. То есть ровно то и получается, что Бог дает закон, вносит поправки и дополнения и приходит забрать детей своих верных ему. Между этим в лице Моисея выведя народ из физического рабства, в моем лице из духовного рабства и в лице пророков и апостолов, обучая детей своих. То есть я еще раз подчеркиваю то, что история повторяется с точностью до каждого слова. Единственная лишь разница здесь, что у нас нет 40 лет в пустыне, в нашей с вами пустыне под названием планета Земля, который имел Моисей со своим народом. Так как события перед вторым пришествием ускорились во всех смыслах. Не ускорились только люди со времен Ноя, которые так и застряли на валах и овцах, которые продолжают заниматься своими делами в то время, когда корабль уже построен и зверюшки загружаются. То, что в то время это было море в виде воды, а в наше время море в виде нечестивых, я надеюсь, вы это уже понимаете. Если нет, пересмотрите «Пять хлебов». И, кстати, ученики в лодке тоже посмотрите. Третье. На горе Фавор явились Иисусу, Моисей, то есть закон, и Илия, пророк. Иудеи верят в закон и пророков в тонах. Кого, как не Моисея и Илью, послать лучше иудеям? Четвертое. Илья и Елисей, то есть Илья и Иоанн Креститель, и Моисей и Аарон – это прообразы двух пророков, снова выделяются Моисей и Илия. Пятое. Иисус сказал, что для людей мира сего все будет происходить незаметно, как во времена Ноя, естественным образом. Будут есть, пить, работать, жениться, заниматься своими делами. Значит, никто сверхъестественным образом никуда не сойдет с неба. И они придут неприметно, так же, как Иисус родился неприметно в мир. То есть, скорее всего, эти двое будут людьми в духе Моисея и Илии, а не ими конкретно. Вы понимаете, война шла. Вы ее не видели. Вы работали, занимались своими делами, этим занимался я. Да, как посланник. Шестое. Восхищение для многих потому и будет неожиданным, поскольку все будет проистекать незаметно для мира, погруженного в суету и свои дела. И так же неявно для неразумных дев. Это и объясняет то, почему они проморгают восхищение и не будут готовы. То есть, два пророка многими не будут восприняты за тех самых двух маслин. Но только мудрые девы поймут, что эти двое и есть они те самые. И вот здесь напрашивается вопрос. Где вы, мудрые девы? Но ответ я получу уже совсем скоро, по мере наступления времени великой скорби. Отвергая и не принимая двух маслин, неразумные девы будут отвергать и масло маслин. Мудрые же девы, принимая этих маслин, будут иметь и масло в своих светильников. Вы не знаете ни меня, ни моего отца. Знали бы меня, знали бы и отца моего. Этим объясняется и то, почему Господь дает даты уже сейчас. Ниссан – это март-апрель. Ияр – это апрель-май. 25-й день Амера или 10-й Ияра – это равно 22-му апреля. Именно в этот день, в 2021 году, согласно моему пониманию, начнут 1260-дневную проповедь два пророка. Также Иоанн Креститель, прообраз Ильи, родился в апреле и тогда же начал крестить, прообраз будущих двух пророков. Иисус в октябре родился и тогда же крестился. Тогда Моисей и Арон высвободили Ицраэль, прообраз двух будущих пророков. Тогда и первый храм начал строиться. Первое Ияра – это апрель. Привет, друзья мои! Как обычно, я начинаю с хороших новостей. Сегодня воскресенье, 24-е, Пасха! Кстати, обратите внимание, какая удивительная, невероятная вещь еще происходит. Помимо всего того, что мы шли по времени, шли вот ровно, в январе все началось. Откуда я мог знать, что мы идем вообще к Пасхе? А сегодня Пасха, воскресенье. Сегодня Христос воскрес. Понимаете? И Он действительно воскрес. Да? То есть, Он здесь, Он с нами. Он воистину воскрес. Я могу добавить ровно то, что... Ребят, здесь как бы зависит от вас, да? Вы... Воскреснет Он для вас? Или Он так и не воскреснет? Да? Услышали вы его? Или не услышали? Здесь уже только от вас. Апрель. Два пророка в 2021 году или 10 яра или 22 апреля придут также и умрут через 1260 дней в октябре. 2 октября 2024 года на Йом-Труа. Ну и как мы с вами можем прекрасно видеть, данный исследователь, кто и послужил источником для этого урока в том числе, ошибся всего лишь на один год. Если мы говорим непосредственно о этой дате, представленной им в его полном уроке, из которого я взял только то, что является безошибочным. Потому что, как вы уже знаете, церковь уже давно восхищена. Да, это произошло с уроком Моисей. А мы званные на брак Агнца. Это то, о чем я говорю в уроке брак Агнца. Как раз в Йом-Труа или Рош-Хашана принято дарить подарки, что будут делать как раз тогда люди по смерти двух пророков. В Израиле так точно это будут делать. Таковы наблюдения, проистекающие из образов Писания и не более того. «Славлю и благодарю Бога и Отца нашего и Агнца, Сына Его, Господа Иисуса Христа, за то, что дарует нам своим Святым Духом осознание и понимание происходящего момента и ситуации в это последнее время». Привет, друзья! Привет, братья и сестры! И так как я уже давно говорю не только для христиан, а слам алейкум, мои братья и сестры мусульмане, и шалом той одной трети иудеев, олицетворением которых является Нафанаил. В этом уроке о мусульманах пойдет речь очень косвенно, но по названию этого урока преподающие Библию, знающие Библию, ну и все, кто так считает, они уже понимают, о чем пойдет речь. Поэтому, опять же, в первую очередь это для преподающих Библию, то есть для валов, для попов, священников, пасторов нашего времени фарисеев. А непосредственно о той категории людей-фарисеев, фарисеев нашего времени, 2022 года, кто есть священники, попы, пасторы, валы, другими словами, олицетворением которых является Никодим. Потому что по истории Иисуса Христа мы все прекрасно знаем, кем оказались, а самое главное то, что они сделали с ним. Остальные фарисеи, которых встретил Иисус Христос 2000 лет назад. Как обычно, я вас проведу по хронологии, по какой причине, каким образом, почему появился вот данный урок. То есть, как вы уже заметили, с уроками «Имеющий ухо», «Брак Агнца», «Невеста». И самый первый урок, который вышел еще летом, в начале лета, урок «Откровения». Те, кто на моем канале с самого начала, вы уже заметили то, что о книге «Откровения», собственно, я говорю не впервые. Но самое удивительное, что Отец Небесный только вчера обратил мое внимание, на том, что в 11 главе книги «Откровения» говорится о неких двух пророках. То есть, что означает «пришло мое время узнать о этой главе». Что происходит? Читая вчера 11 главу, Отец Небесный заостряет мое внимание на этих двух пророках. И, естественно, как вы думаете, что привлекло мое внимание там? Да, потому что я, я знаю, что я послан от Отца Небесного, как глаз вопиющего в пустыне, сообщить вам, дать весть о том, что время великой скорби наступает. И здесь у меня случается коллапс в моей голове, потому что в начале, после самого первого моего контакта с Господом Богом, я взял камеру в руки и начал себя снимать день и ночь. Да, из чего впоследствии появился урок «Силы равны». С Библии теперь начнем. Иисус – брат наш, который жил там, и он был послан на землю спасать ее. Так? Так. Как и нас всех посылают. Только мы уже, нам не надо кровь проливать здесь. Мы, у нас другая миссия. Все уже, кровь пролита за нас. Он за нас, Иисус все сделал. Главную задачу. Самую. Самую болезненную, самую. А мы ходим по голоду, жрать нам нечего. Переночевать нигде, сравнивать с тем, что он прошел. Это вообще ерунда. Именно поэтому я… Надо будет ходить по улице зимой ночью, нигде ночевать, да я буду ходить. Да я буду голодный. Главное, чтобы сил хватило доходить. Да, ну и как вы понимаете, у меня в голове появляется огромный вопрос. То есть, кровь мне проливать не надо, но два пророка должны быть убиты. Здесь включается моя почемучка, любопытство. И я захожу в YouTube и начинаю смотреть тех людей, которых мне интересно смотреть. Да, таких немного. Опять же, каналы я вам их дал. Каналы, о которых я говорил, да, в уроке «Молниеносный ответ». Но также я открыл страницы некоторых людей, с которыми я общаюсь сейчас. До которых он с помощью моего тела дотрагивается, да. Объясняю, для чего я это делаю, еще раз. Потому что если один человек задал мне этот вопрос, то один человек олицетворение определенной категории людей, да. То есть, эта категория людей имеет в голове тот же самый вопрос. А откровенно говоря, лично до конкретно каждого из вас у меня нет никакого дела. То есть, у меня нет претензий к вам. У меня есть моя задача, которую Отец Небесный дал мне, да. Которую я выполняю. Все. Но так как он мне посылает вас, конкретно, какого-то из людей, да. То есть, это вам сигнал задуматься, что что-то у вас не так. Но пока вы не понимаете, кто я, вы не поймете, о чем я говорю. Опираясь на последний урок о причастии, вы должны понимать, братья и сестры, что это ваша задача, так как чистых, омыть свои ножки скорее, взять знания и начинать передавать. Вот на вашей лавочке слева-справа людям, которые не понимают мой язык. Но вы его поняли? Вы несете сразу же. Одну притчу поняли, рассказываете. Поняли, эту рассказываете. Потому что Господь вам передал эти знания. Он вам ноги омыл. Иисус вам омыл ноги. То есть, Господь вам повелел это делать. Ваша задача ровно в этом и заключается сейчас. Принять знания и передать. И говорить об этом. Либо вы знаете, да, что? Вы не имеете части с ним тогда. Страницы нескольких людей, с которыми я общаюсь сейчас, да. Ну, которым я написал. Потому что Отец Небесный моими руками до них дотронулся. Чтобы указать им на их ошибки. Так как я здесь, в том числе и за этим. Рассказываю я вам это потому, потому что это важно. Чтобы понять дальше, о чем пойдет речь. То есть, один из них в православии. Второй из них протестант. То есть, понимаете, что один в иконах живет. Ну, правда, ни разу от него не слышал, чтобы он пропагандировал Матрону или Чудотворцев. Один из них протестант, который пропагандирует о лже-пророке Елену Уайт. Да, собственно, кого пропагандирует вся протестантская конфессия. И дотронувшись до него, я объяснил ему, кто я, зачем я тут. По какой причине я ему написал. Да, то есть, я сразу сказал, что все ты говоришь правильно. Но единственная огромная проблема. Ты все сводишь к какому-то принятию закона о воскресении. О чем Библия не говорит. То есть, это уже лже-пророчество. Да, и ты пропагандируешь этого лже-пророка Елену Уайт. Также высылаю мне несколько своих видео. И в процессе нашего нескокодневного общения человек до сих пор не может понять, кто я. И это нормально. То есть, еще раз повторяю, для всех тех, с кем я общаюсь, кто сидит, отмалчивается, да, или там считает, что мне бес понакидали, да, я не пришел сюда изменить вашу точку зрения. Так же, как и все те, кто знают Библию, но не преподают ее, да. Я не пришел убрать из вашей головы валов и овец. Нет. Эта притча прописана в Библии, да. И омовение ног. Я не пришел вам сказать, что это все ерунда и неправильно. Нет. Я пришел рассказать, что эти притчи значат. Так как я глазу пищу в пустыне, и Господь, Иисус Христос, отверст в плечах уста его. И отверст он уста ровно таким тоном, потому что самый мой первый фильм «Глазу пищу в пустыне» я сразу сказал, еще в начале зимы, что я не сюкот сюда пришел. Вы этим занимались две тысячи лет. Обращаясь к людям, братья и сестры, выходите из православных храмов, да. А католики-то вообще вы не понимаете, где вы находитесь. Много вы исправили? Я клич. Я пришел крикнуть и уйти. Тик-тик. И все. Даже так не будет. Это настолько. Именно поэтому я здесь. Понимаете, насколько времени нет? Что нужно вас успеть забрать, и все. И корабль тронулся. То есть, он уже тронулся. Я уже сейчас впрыгиваю и не буду с вами. Я серьезно говорю. Мы и наше поколение все сейчас будет видеть. Опять же, это к вопросу Тона. Но возвращаемся к вопросу моего общения с преподающими Библией. Ну и продолжая разговор с этим протестантом, он второй раз намекает мне на то, что, может быть, я наркотики употребляю. И говорит мне о том, что сейчас много таких каналов, которые несут ересь, ерунду. И то, что это последнее время, и без меня и так понятно. Но здесь я понимаю, что все, разговор мой закончен. И таких людей с января у меня встречается куча. Понятное дело, да? Помимо тех, которые слышат, понимают и уже начинают даже говорить кому-то, да? Про меня. Но так как вчерашнее видео вызвало сегодня у моего друга бурную реакцию, то есть он принялся обличать меня снова. А что я ему сказал, да? Что ты мне друг. Я готов с тобой говорить. Я не хочу с тобой ругаться. Но ты меня должен услышать, да? Когда я с января говорю, кто я? И ты меня считаешь своим другом, но ты так и не понял. Ты так и не посмотрел. И у тебя одни и те же претензии. Это именно претензии. И опять же, это важно. Это не то, что я ему дужу ною, да? А это один из типов, которые мы рассматриваем. То есть разговаривая с ним, отец мне дал понять, что заканчиваешь разговоры. То есть здесь я сразу понимаю, что если нужно объяснять, то не нужно объяснять, так как опять же, все, у каждого своя миссия. Никто ничего не будет смотреть, никто ничего не будет слушать, кому не надо. Кому надо и посмотреть, и услышат, и позвонят, и прибегут, и заберут, и донесут. Все ровно вот так. Так, задача бодаться у меня... И ни с кем нет. У меня задача прийти, сообщить о том, что время, отчет начался, да, время Великой Скорби начинается, и истолковать притчи, рассказать, что они значат. И все на этом. Потому что те овцы, которые не знакомы с Господом Богом, и они сейчас побегут в горы, да, чтобы они знали, с кем бежать в горы. Потому что, как вы понимаете, лжехристы и лжепророки нашего времени появятся вот для этих овец, а не для знающих Библию. О знающем Библию, кстати говоря, да, откроем второзаконие, глава 18, он сразу сказал, глава 18, стих 22. Если пророк скажет именем Господа, но слово-то не сбудется и не исполнится, он не говорит, что это чертовщина, что это дьявол, что это антихрист. А что же он говорит, знающий Библию? Бог говорит, что... То есть в данном случае, да, еще на эту тему открывают вам глаза, да, что если даже я, по вашему мнению, лжепророк, то бояться меня не надо. Он так и говорит, да, вот. Но то, что я не лжепророк, вы убедитесь очень скоро. А, кстати говоря, да, сразу еще откроем и книгу Луки, глава 17. Это для тех, кто уже сейчас только начинает слышать меня, да, с кем у меня идут бурные беседы, да, кто только приходит к Господу Богу, да. Те, кто задает мне кучу вопросов, для тех, кто прислушивается, но сидит молчит, да, и вопрос не задает. Но также очень важно это услышать тем, кто еще не с Богом, но вдруг увидел меня, да, и сидит думать, что я дурак тут такой. Да, он вам поясняет в книге Луки, 17 главе, 26 стих. И как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына Человеческого. Ели, пили, женились, выходили замуж. До того дня, как вошел Ной в ковчег, и пришел потоп, и погубил всех. Так же, как было во дни Лота, ели, пили, покупали, продавали, садили, строили. Но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь, огненный и серный, и истребил всех. Да, то есть, как мы знаем, Лот, история Лота, Содома, Гамора, это прообраз второго пришествия. То есть, отсюда вы должны понимать, что тот день, когда Лот выйдет из Содома, это случится уже вот через 2-3 года. Да, так как время Великой Скорби началось с моим появлением, да, я пришел об этом сообщить. Да, и в подтверждении того, что я от Господа Бога, он отверз в плечах уста. Так как я не говорил никто на этой земле, ни в исламе, ни в христианстве за последние... Ну, в христианстве 2 тысячи лет, в исламе за последние полторы тысячи лет никто так не говорил. И не толковал Коран и Библию, да, то есть, что является прямым подтверждением, от кого я, с какой миссией здесь. А здесь у меня вопрос к вам, ко всем, кто слушает меня. Неважно, верите вы в то, что я говорю или нет. Неважно, понимаете вы то, кто я или нет. Ответьте мне, пожалуйста, все, кто знают историю Лота и понимают, что это и есть прообраз второго пришествия. О каком количестве подписчиков, лайков и просмотров на моем канале у вас, в принципе, может возникать вопрос в вашей голове. Я очень жду ваших ответов в виде комментариев. Да, а теперь как раз-таки мы переходим к причине, по которой появился этот урок. Помимо моего вопроса в голове, да, что два пророка должны быть убиты. Кто эти два пророка? О чем вообще речь идет у меня? Что же вопрос? Я же с вами в горы бегу. Ну так вот, и человек-протестант, который пропагандирует лжепророка, говорит много правильных вещей. Да, но опять же, все преподаватели, которых я слушаю, все говорят об одном и том же. Что блудница, это папство, это римско-католическая церковь, да. Что смертельная рана на голове этого чудища, да, с детьми урагами, она у него заросла. И все говорят об одном и том же, что последнее время, последнее время, так же, как и я. Да, но и в 1834 году, как вы знаете, все ждали Господа Бога и были уверены в том, что они правильно произвели расчеты из книги до нее. Да, так же и в 2000 году ждали Господа Бога. И в 2014 году ждали Господа Бога. И война началась в Украине, как и сейчас началась война. Только в чем разница? А разница в том, что появился глаз пьющего в пустыне, который сказал вам о том, что сейчас уже репетиции закончились. Время великой скорби наступает. Дух Святой покидает эту землю. И те, кто в течение этих двух-трех следующих лет не заимел связь с Господом Богом, эти люди остались в Содоме и Гаморе. И серный дождь начнется. Ну так отсюда и вопрос к вам, к знающим Библию. Если вы все знаете, и без меня вам все понятно, то по какой причине вы сидите и молчите, раз вы все знаете? И не рассказывайте то, что заложено в Библии от начала времен. Кроме блудницы. Которую, опять же, обсудили все уже. Это одна и та же информация у каждого толкователя на Ютьюбе. По какой причине вы так и не можете правильно рассчитать книгу Даниила? Почему у одних одна дата, у одних другая дата, и все уже сколько времени ждут пришествия Господу Бога? Да потому что никто не знает ни часа, ни дня. Это я вам как знающим напоминаю. А вы все сидите и рассчитываете, да? Пропагандируя Елену Вайт и призывая людей поклоняться умершим людям. Опять же, я повторяю, я не удивлюсь, если сейчас, в наше недолгое время, однополярное царство, потому что началась стычка северного и южного царя, да? Я не удивлюсь, что они примут закон о воскресении, чтобы те овцы, которые знают Библию, продолжали пропагандировать Елену Вайт. Да, я не удивлюсь этому. Но опять же, я вам еще раз напоминаю, что вы сидите и ждете принятия закона о воскресении, о котором говорит лжепророк, в то время как время Великой Скорби началось. Да, я еще в мае сказал, что время Великой Скорби началось. Ну то есть, откуда начинать отчет, я не знаю. С мая или с января, когда отец только заговорил со мной. Полагаем, что с мая, потому что в мае вышел урок Иуда, время Великой Скорби. До этого я о время Великой Скорби не говорил ничего. Ну и теперь, собственно, поговорим о этих двух пророках. Зайдя в интернет, на YouTube, я столкнулся с разными мнениями. Одни говорят, что два пророка – это и Ветхий, и Новый Завет. Вторые говорят, что это два реальных человека должны быть, которые будут убиты и на третий день воскреснут. Да, и только по той причине, что вы утверждаете, что вы все знаете и без меня, я вам добавляю третью версию. Вот посидите и подумайте. А правильный ответ я вам там позже. Так как непосредственно этот вопрос на спасение душ не влияет. Два пророка, два свидетеля, как знамение, оповещающее божьих людей о том, что время Великой Скорби наступает. И только потому, что у меня нет задачи доказывать то, кто я. И именно потому, что все те, кто слушают меня, они уже слушают. Все те, кто услышат и поверят, они будут меня слушать. Все те, кто понесут весть обо мне, они не остановятся ее нести. Все те, кто не хотят этого делать, они никогда и не будут этого делать. Несмотря на то, что должны это делать, потому что так сказал Господь Иисус Христос. А знающие, кто не являются Никодимом, они так и не поверят в то, кто я есть. Так как еще раз, пророк Илья исполнился в Иоанне Крестителе. Для тех, кто в то время так и не поверил в это, кто этого так и не понял, не было никакого смысла объяснять то, что это так. Ну и как вы понимаете, все повторяется. И к тому же Бог, как мы выяснили, не изменчив. Если учесть то, что Господь Иисус Христос говорил о посланнике, он говорил о том, кто придет, научит и возвестит вам будущее. И речь шла о посланнике. Это для тех, кто считает, что Иисус Христос перед тем, как покинуть этот мир, на тайной вечере обращался, говорил про учеников. Нет. Про учеников он говорил в 10 главе от Матфея, что кто примет вас, он говорил ученикам. И про учеников. А на тайной вечере, омыв и многие, что означает, передав истинные знания от Отца, да, он предупреждает их и говорит человечеству, которое олицетворяет эти 12 учеников. Он им говорит, что принимающий того, кого я пошлю посланника, того, который придет и научит, те и принимают меня. И посланник приходит ровно перед началом времени великой скорби. Чтобы сообщить вам о этом, да, и чтобы сбылось пророчество в Коране, я для мусульман знамение, второе большое знамение судного часа. Да, потому что по Корану возвращается человек, пророк Аиса, второй раз. Они его ждут в исламе. Вот я большое знамение для них, а для христиан я посланник, который глаз и пищу в пустыне. И это очень важно, чтобы у вас была почва для размышлений. Третья версия 11 главы Откровения. Да, то есть, если я один, кому открыта Библия, и я один, кому открыт Коран, но для христиан я посланник, да, я пророк, который возвещает вам будущее, но я также пророк для ислама. Два пророка. Задумайтесь на эту тему. Но поверх этого не исключайте то, что как у северного, так и у южного царя, может быть по пророку. Да, то есть не исключено, что в Штатах свой товарищ, который возвещает о том, что все, время настало. Да, то есть я уже давно говорю о сайте Sword of God. Эти люди говорят нереальные вещи, да, но они разбирают таблицы. То есть мы с вами толкуем Библию, а они идут по каким-то таблицам, каким я не понимаю. И теперь опираясь на то, что в начале моего пути отец мне сказал, что кровь прорывать не нужно, у тебя есть два года, да, а вчера он мне открывает одиннадцатую главу Откровения. Да, то есть я уже давно вам говорю, я не понимаю, что случится через два года со мной, то ли я буду ездить, то ли как бы встретимся там, да. И теперь, исходя из всего того, что вы услышали в этом уроке, пожалуйста, дайте мне ваши ответы в виде комментариев. Каким образом убиваются пророки? Что это означает? Где я дам единственную подсказку, что мое физическое нахождение на этой земле или ненахождение на этой земле на это никоим образом не влияет. Несмотря на то, что я глаз выпьющего в пустыне, который пришел вам сообщить о последнем времени. И потом, если уж вы расшифровали, что есть блудница, опять же, исходя из всего того, что вы уже услышали на моем канале, этот вопрос не должен быть для вас проблемой. Но пока вы не понимаете, кто я, вы не поймете, о чем я говорю. Мир и милости и благословения вам, друзья мои, я не был злой, я просто громко доказываю, почему я прав. Толкую вам притчи, пытаюсь застучаться, а вы мне говорите, что вы и так все знаете. Ну, как бы... И я еще раз вам хочу напомнить о том, что 18 глава второзакония, стих 22 говорит о том, что если пророк скажет именем Господа, но слово то не сбудется и не исполнится, то не Господь говорил сие слово, но говорил сие пророк по дерзости своей, не бойтесь его. Поэтому, опять же, возьмите свое время, которого мало, и просуждайте на сегодняшнюю тему, которую я вам закинул. Не бойтесь, если даже вы думаете, что я не пророк, не посланник и не глаз и плющ в пустыне. Друзья, все ссылочки на вышеперечисленные уроки вы сможете найти в описании данного видео. Так же, как и ответ на поставленный в этом видео вопрос. Что означает метафора «Два пророка». По этому поводу вышел урок «Содом и Египет». Так же жду вас на моем канале «Библия. Перезагрузка. XXI» на платформе «Рутюб». Пока!